С января текущего года при оформлении российского заграничного паспорта заявителю необходимо предоставить ранее выданный действительно непросроченный загранпаспорт или же внутренний паспорт гражданина России. В случае, если срок действия документа истек, помимо госпошлины, за оформление нового паспорта взымается дополнительный сбор за проверку наличия гражданства Российской Федерации. За совершение консульскими должностными лицами консульских действий взимаются консульские сборы, а также сборы в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий, ставка консульского сбора за проверку наличия гражданства равна сегодня 4 160 рублям. Сбор в счет возмещения фактических расходов утверждается главой дипломатического представительства Российской Федерации в стране пребывания и равен 832 рублям. При приеме заявления на проверку наличия гражданства сведения заявителей сразу проверяются в электронной базе данных. При подтверждении наличия гражданства заявитель освобождается от уплаты сбора в счет возмещения фактических расходов. В случае отсутствия в электронной базе данных заявителя о наличии гражданства, дополнительные запросы могут быть направлены в соответствующие органы по месту выдачи документа, удостоверяющего российское гражданство или по месту жительства, а также в органы исполнительной власти и суд. За оформление такого запроса необходимо заплатить как консульский сбор, так и сбор в счет возмещения фактических расходов. Стоит отметить, что сборы за проверку наличия гражданства не включают отдельного сбора за оформление загранпаспорта. Консульский сбор придется оплатить независимо на один день или на год просрочен российский загранпаспорт. Когда-то сборы вводятся, когда-то отменяются. Я хочу сказать, что в отношении Республики Абхазии проводится политика наибольшего благоприятствования в отношении консульских сборов, оформления паспортов и оформления российского гражданства. И вы наверняка это знаете, если даже посмотреть по количеству. Сейчас у нас на данный момент выдано более 13 тысяч паспортов гражданам Российской Федерации, жителям Абхазии. В 2019 году, для статистики, может быть вам будет любопытно, у нас было выдано 13 тысяч 236 паспортов на 5 лет. Сумма составляет 2010 рублей. А паспорта нового поколения на 10 лет, их в прошлом году было выдано 2267. Сумма в среднем составляет около 5400 рублей. Стоит отметить, что для большинства жителей Абхазии новость о взымании дополнительных сборов при оформлении просроченного загранпаспорта стала неожиданной, так как о таком нововведении не сообщалось ранее. Госпошлина за оформление самого паспорта на 5 лет составляет 2100 рублей. Плюс к ним дополнительные сборы за проверку наличия российского гражданства. Выходит немалая сумма. Кроме того, в месте обработки информации и подготовки пакета документов на замену паспортов в городе Сухом по Званба-9 стали скапливаться большие очереди. Люди спешат сдать документы, пока срок действия их российского загранпаспорта не истек. Я вообще ничего не слышала. Я пришла поменять паспорт, у меня 13-й срок кончается, я пришла его сдать. А оказывается, талончики дают на 25-е. Значит, мне придется штраф платить. Народу много консульцев столько не пропускают за один день. Поэтому сегодня давали утром за 20-е число, а сейчас уже люди с 25-го ходят. Я даже не знала, что есть какой-то консульский сбор или что-то. Я тоже не знала, что это. Я пришла сейчас сдавать, вот все, знаю, что сейчас есть. Я тоже не знала, что штраф надо платить. Я откуда-то знала. 25-го у меня кончается срок. Вы тоже должны будете заплатить? Я не знаю. Может быть успею, может быть нет. Во избежание необходимости уплаты консульского сбора, посольство России в Абхазии обращается к гражданам обменивать заграничный паспорт до истечения срока его действия. Готовый паспорт выдается не позднее трех месяцев с момента подачи документов. Алика Трапш, Типамар Тиросян, Абхазское телевидение.